Ранним утром более 150 яхтсменов из разных городов России собрались в акватории Горьковского водохранилища в Юрьевце. Проверяли паруса, устанавливали угол мачты. Здесь проходил четвертый этап Кубка России по парусному спорту. В трех видах гонок принимали участие 33 яхты. Правила соревнований предельно просты. Необходимо как можно быстрее пройти заданную дистанцию, не задевая буйки. Если на волна знак, это нарушение правил, яхта, значит, гибает его еще раз. Погода казалась благоприятной, но иногда ветер закисал. На языке спортсменов это означает, что был штиль. Чтобы не терять скорость, яхтсменам было необходимо заранее предугадать силу и направление ветра, чтобы прийти первыми. Но в гонках с гандикапом есть свои нюансы. Каждая лодка имеет свой коэффициент, определяющийся зависимость от длины, высоты мачты, кореновые характеристики и все прочее. И при помощи этих вещей выявляется коэффициент. И этот коэффициент влияет на место по приходу. В парусных гонках на коротких дистанциях главным является не техническое оснащение яхты, а четкость и слаженность действий команды. Поменять натяжение паруса, набивку бегущего текелажа – у каждого свои секреты. В этот раз ивановские спортсмены не принимали участия в соревнованиях. В области нет спортивных яхт такого класса. Сложности – это соперники, потому что люди достаточно квалифицированные приезжают сюда на соревнования. В классе особенно по 0800, в котором я гоняюсь. Рядом с яхтсменами под маленькими парусами тренировались дети. Организаторы планируют приобрести для юревчан еще 4 швахтбота, чтобы приучать детей к парусам и ветру с детства. Они не оставляют надежду создать Ивановскую федерацию парусного спорта. Парусный спорт беспощаден к зрителям, ведь с берега практически ничего не видно. Оценить зрелищность соревнований могут лишь те, у кого есть своя лодка или катер. Награждение проходило на городском пляже Юрьевца. Было разыграно 5 комплектов наград среди разных групп яхт. Большинство победителей – нижегородцы.